Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из Солнечной Канады! Очень хотела показать вам эту витрину. Посмотрите, как красиво она оформлена. Выглядит как будто бы какой-то роскошный бутик. А на самом деле это Зара. Да-да. Наша любимая с вами Зарочка, которая, в общем, бутиком как бы совсем и не является. Вообще в Заре было очень много красивой одежды. Я обязательно-обязательно еще раз туда схожу и все померяю, потому что действительно коллекция очень-очень красивых вещей. И посмотрите хотя бы вот на это белое пальто. Оно просто шикарное, великолепное, я считаю, белое пальто. Или вот этот вот белый, ну такой молочного цвета пиджачок, коротенький, а-ля Шанель. Тоже очень красивый, мне очень понравилось. Но сегодня не об этом. Сегодня о джинсах. Мы сегодня идем в Зару, мерить джинсы. Я типичная груша. У меня фигура груши, и для меня очень трудно найти себе брюки, джинсы. Это большая проблема. Решила с вами сегодня пойти и попробовать примерить разные фасоны джинс и посмотреть, что из этого получится. Ну, сначала по традиции покажу вам свой лук. Кстати, накладываю озвучку, потому что музыка гремела так громко, что говорить было совершенно невозможно. Да, так вот мой сегодняшний лук. У нас еще довольно тепло. Вернее, сейчас уже холодно, но когда я снимала, было еще довольно тепло. И если вы помните эту юбку, которую я купила в Юникло, это юбка Инессы, красная в синий горошек. Очень ей довольна, очень она мне нравится. И к ней я подобрала вот такую вот блузку голубого цвета и голубого же цвета босоножки. Я вообще считаю, что красное в сочетании с голубым очень-очень красиво смотрится. Это просто потрясающее сочетание, одно из самых лучших. Теперь показываю вам свои украшения. Это винтажная брошка, купленная в секонд-хенде. Я пыталась ее снять. В результате снимаю, в общем-то, свой телефон, пока, наконец, не додумалась, что можно снять ее просто на фотографии и вот поставить как фотографию в видео, чтобы было лучше видно. И вот этот кулон. Я тоже купила его в секонд-хенде. Это не винтаж, это современное украшение. Стоило оно не очень дорого. И вот показываю вам, кстати, свои сережки. Это еще из тех времен, когда я ходила в дорогие магазины, так скажем, люксовые, и тратила там свои деньги. Вы, наверное, все узнали, что это за серьги. Так вот, кулон был куплен в секонд-хенде. Это современный кулон, очень хорошего качества. Был куплен доллара за три, наверное, или четыре. Такая очень-очень модная сейчас цепь. И красивый камень, такой серо-голубой. Я с удовольствием его ношу, очень люблю. И как бы вокруг него сейчас выстраиваю свои образы. Отсюда и голубая блузка, и отсюда вот эта вот юбка. Ну, перейдем непосредственно к джинсам. Значит, я принесла несколько пар с собой в примерочную. Первые джинсы – это джинсы с такими прорезями, дырками на коленях. Почему-то я взяла размер 36, то есть американский четвертый. Это очень маленькие джинсы, они мне малы. Это фасон 90-х, как бы джинсы 90-х годов. Они очень длинные, немножко расклёшенные к низу. На мне они не застегнулись. Сразу скажу. Вот, покажу даже. Вот. Но я почему-то с размером как-то ошиблась. На самом деле, это размер четвертый американский. Он мне мал-мал-мал, абсолютно без вопросов. Мне шестой-восьмой нужен американский. Ну, вот я опять перепутала. Это 36. Я почему-то подумала, что они шестого размера. Но неважно. В общем, если бы, может быть, они были бы мне по размеру, они бы сидели неплохо. Тут они мне, конечно, явно малы. Очень-очень увлекают. И они очень длинные. Вот в чём проблема у меня с джинсами из Ары. В том, что они очень длинные. Мне надо отрезать половину штанины. Вот я показываю их сзади. Мне трудно, кстати. Вот я никак не могу научиться показывать вещи сзади. Я пытаюсь, как-то снимаю. Может, это как-то странно выглядит, но тем не менее. А сзади, кстати, они сидят неплохо. Но, несмотря на то, что они мне застегнулись на мне, ну, в общем, вы понимаете, да, что мне нужен был больше размер. И очень трудно понять, что с ними не так, потому что размер просто маленький. Вторые джинсы уже размер 38, то есть американский шестой. Тут я не ошиблась. Тоже немножко с дырками, немножко такие с прорезями на коленях. Кстати, вот это, насколько я понимаю, вот мода на это вернулась снова. Потому что одно время были джинсы абсолютно без дырок. Дырки стали антитрендом, а сейчас опять полно-полно джинс дырявых. Они такие прямые, обрезанный край внизу. И эта модель называется HW Kik, что означает high-waisted. Это высокая посадка и прямая, так сказать, нога. Не суженные к низу джинсы. И эти мне уже по размеру. Я в них совершенно спокойно застегнулась. Сидят они, кстати, неплохо. Мне понравились эти джинсы. Во-первых, у них нормальная длина. То есть мне не надо их отрезать, обрезать и что-то такое придумывать с ними. То есть я могу их надеть и в них идти. И по размеру они мне как раз. И вот я считаю, что на фигуру груши вот такой фасон прямых джинс, не суженных к низу и не очень расклешенных, это то, что надо. Потому что, на мой взгляд, они визуально уменьшают бедра, попу, ляжки и так далее. В общем, прямой крой, оно как бы не обтягивающее сверху и снизу. Он как бы делает ногу прямой, ровной. И, в общем, ну я сложно объясняю, но я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. Вот показала их сзади. Тоже, кстати, неплохо они сидят, неплохо выглядят. В общем, понравились мне эти джинсы. По-моему, они вполне-вполне такие, вот именно на фигуру груша подходящие. Даже лучше, чем расклешенные. Так, следующие джинсы. Это у нас размер 38. Даже не знаю, почему я выбрала. Может быть, не было 36. Ой, нет, я опять запуталась. Размер 38, это как раз 6. Это как раз размер, который мне нужен. Это джинсы клешные. И вот, кстати, я хочу сказать. Очень-очень расклешенные. Вот посмотрите, видите, внизу. Прямо такие, знаете, как 70-х. Кстати, и вот что хочу сказать, что они мне маловаты. Я их застегнула на себе, но с большим трудом. И это тот же самый размер, что предыдущие джинсы. Тоже 38, американский 6. Но вот они мне прямо очень-очень в обтяг и очень-очень облегают. И поэтому, может быть, не очень хорошо выглядят. Хотя, в принципе, теоретически клешные расклешенные джинсы тоже, в принципе, на фигуру груша должны быть неплохо, потому что, опять же, они как бы не подчеркивают бедра, не подчеркивают попу, а расклешенные к низу нога, она как бы визуально уменьшает верх. Но, может быть, они мне маловаты немножко, эти джинсы, поэтому мне не очень как бы спереди и сзади. Видите, вот нормально. А спереди, мне кажется, они сидели на мне не очень хорошо, потому что надо было бы размер побольше. Вот с размерами очень-очень трудно угадать. Очень. Так, следующие джинсы у нас. Это размер 40-й, американский 8-й. Я не знаю, почему я взяла на размер больше. Может быть, для эксперимента, чтобы посмотреть все-таки, какой размер мне лучше всего подходит. А это джинсы бойфренды. Они тоже такие с дырочками и красная пуговица такая, знаете, такой дизайн. Видите, красные заклепки. Релакс они называются, но, в принципе, это джинсы бойфренды. Они мне великоваты. Во-первых, больше размер я взяла. То есть, это 8-й американский, те были 6-й. И, как видите, эти уже мне великоваты. Плюс фасон. Я думаю, что вот эти вот джинсы мне нужно было тоже размер 6. И тогда они были бы хороши. Трудно сказать, как они выглядели бы. Ну вот, тот размер, который я меряю, он не очень хорошо сидит. Может быть, за счет этого выглядят они не очень. Но на самом деле, я думаю, что на размер меньше и было бы намного лучше. Кстати, тоже фасон прямые джинсы. Не облегающие, не суженные к низу. По-моему, на фигуру груша самое то, что нужно. И сзади, видите, вот за счет того, что они великоваты, они как-то так на попе висят немножко. Не демонстрируют мой орех, так сказать, в полной красе. И перейдем к следующим джинсам. Следующие джинсы – это джинсы-бананы. Вот то, что сейчас очень модно, очень-очень модно. Это размер 38, тоже 6-й американский. Видите, они такие на талии очень собранные. И сильно расходятся на бедрах. И внизу очень суженные, даже такие немножко завернутые, как бы, чтобы они были не очень длинные. Вот, называется это багги джинсы. Но вообще-то это самые настоящие бананы. Вы знаете, что? Я ожидала от них худшего, потому что я думала, что вот это вот расширение на бедрах, оно как бы увеличит уже существующие немаленькие размеры. Но тем не менее, вот как ни странно, выглядят они неплохо. На мой взгляд, по-моему, совсем неплохо. Еще хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, пожалуйста, вот это вот за счет этой вот длины и суженности к низу, как красиво они выглядят, потому что видна щиколотка. Тонкая щиколотка – самая, так сказать, тонкая, красивая часть женского тела. Она видна при этой вот длине. И как бы образ получается очень-очень красивым. Намного красивее, чем когда щиколотка закрыта. А сзади они тоже сидят неплохо. В общем-то, джинсы оправдали мои ожидания. Вернее, я ожидала от них худшего. Они, так сказать, оказались лучше, чем я ожидала. Вот возьмите, примите во внимание. Неожиданно, да. Следующие джинсы – это размер 40, то есть 8-й американский. И это скини джинсы. Те самые скини джинсы, которых у меня полон шкаф. И, собственно, которые я не очень сейчас хочу носить. И поэтому я отправилась на поиски джинс. Даже не только потому, что они не модны. Ну, как бы скини джинсы, они действительно… Вот сейчас я вам померю. И по сравнению с другими джинсами вы увидите, что на фигуру груша джинсы скини не самый, так скажем, комплементарный вариант. Я говорю слово комплементарный не потому, что я копирую кого-то из других блогеров, а потому, что так говорят по-английски. Complementary – это значит что-то подходящее человеку по фигуре, для внешности и так далее. Так вот, я считаю, что скини джинсы, на фигуру груша, не самый комплементарный вариант, потому что они очень сильно облегают сверху и очень заужены книзу. И это очень сильно увеличивает бедра и увеличивает попу. С чем хорошо носите, с чем я с удовольствием ношу скини джинсы, это с каким-то длинным топом и с высокими сапогами. Тогда как бы скини джинсы выглядят неплохо. Вот, кстати, как они выглядят сзади. Они сильно так увеличивают мою пятую точку, делая меня сестрой Кардашин. Очень похоже на этих девушек. Такой старший сестрой Кардашин, у которой нет денег. Бедный, несчастный сестрой Кардашин, который только попой может втереться в их семью. Окей, переходим к следующим джинсам. Это размер 38, то есть 6-й американский. И это фасон, по-моему, мам джинс. Сейчас я их переверну, я вам точно скажу, потому что, если честно, то я уже не помню. Да, это классик мам джинс. Они без всяких дырок, очень такие обычные джинсы. Тоже, кстати, неплохо сидят, я хочу отметить. Я как-то раньше не любила мам джинсы. Вот сейчас померила и поняла, что совсем неплохо они выглядят. Опять же, за счет того, что они не заужены к низу, не очень сильно облегают сверху. И поэтому, как бы, вот это вот, нет вот этого перепада между верхней части ноги и нижней. Единственное, что бы я сделала, я бы их немножко подвернула. И чтобы видно было щиколотка, как я уже сказала, вот в предыдущем варианте, банан, джинс банан. Что, когда щиколотка видна в джинсах, то это выглядит намного-намного интереснее, симпатичнее. И, как бы, фигура выглядит намного тоньше. Это вообще такой прием, знаете, открывать щиколотки и запястья, как бы самые узкие, самые тонкие части тела, чтобы создать какой-то образ более такой тонкий и звонкий. Ну, вы, наверное, знаете про этот прием. Вот, кстати, показываю их сзади. Сзади они тоже выглядят неплохо. И, собственно, вот это были последние джинсы. И сейчас я вам покажу, девочки, фотографии всех джинс, которые я примеряла. И я хочу, чтобы вы мне написали, что вы думаете, какие джинсы вам нравятся больше всего. Я считаю, что вот эти вот джинсы самые подходящие. Возможно, вот эти джинсы клёш, если бы они были бы мне по размеру. Эти джинсы тоже неплохо сидят, но они мне тоже были великоваты. Джинсы, вот эти бананы тоже совсем неплохо. По-моему, подходящие на мой тип фигуры груши. Скини джинсы нет. Я считаю, что скини джинсы можно носить только с длинным тупом, который подкрывает, так сказать, все выпуклости. И мам джинсы тоже неплохие, но на самом деле они мне так себе не очень понравились. Но, в принципе, как бы, как вариант вполне возможно. Все, девочки, вот такое у меня получилось видео. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам было полезно и вам понравилось. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Буду всем очень рада и увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока, целую, люблю, бай!